Территория свобода Территория свобода Территория свобода Нам нужно понять, за какую свободу мы боролись И можно ли найти, обрести эту свободу Когда художники пытались бороться с властью, каждый имел в виду, что он, я самостоятельный единист Я художник, я противопоставляю себя обществу, противопоставляю себя социалистическому реализму Я противопоставляю себя системе И многие художники смотрели очень таким зависимым взглядом на свободный запад Многие туда подались, многие туда приехали И приехали, они столкнулись с тем, что встречает карикатуру Эфимов, известно, дядя шляка, сигара, который говорит, дядя сам, рисует сам Такилажные, альфрейщики нам не нужны У нас своя система Вы помните, как в последние годы жизни Тимур Новиков в Рыспалочке ходил и в Манеже Рассказывал кремлему позору американское искусство Именно потому, что оно не свободное, оно системное Сейчас мы, я опускаю несколько позиций Сейчас мы пришли к другой систематизации Мы видим на Западе и в том числе у нас, тут у нас было манифеста Мы имеем образцы системного, кураторского и прочего-прочего искусства Которое также подавляет личность художника Художник, как самостильный, как самость уже на втором плане Оставим, пойду Опять, я еще раз скажу Я перехожу к следующим летам Если тут у нас говорили воспоминания с 56-го года Я хочу, как бы, несколько перебросить взгляд на будущее У нас сейчас, на сегодняшний день Искусство, кстати, заправляет уже по большому счету Не западные кураторы, магнаты, моративы А ветер и грузы с востока Самая мощная, экономически развитая страна Китая Она укрепляет свои позиции во сферах искусства Уже много десятилетий во всех академиях Включая наши, западные, китайцы, которые усиленно штудируют искусство Они его штудируют на уровне продаж Они научились делать любое искусство То есть, китайцы по своему внутреннему статусу Это люди системные У них искусство может быть только системное И я теперь... Нет, конечно, существует искусство Кто пацан? Да нет, это не коммерческая искусство И коммерческая, и некоммерческая искусство Значит, я говорю, что художник загна в какие-то определенные равны Художнику надо кушать На что дожить, если вы посмотрите? А если художник не позволяет себя загнать никуда, его не загнешь? Нет А если... Будущее... Нам готовят горсть туриста Ну, дети, товарищи И посмотрим, что вы нарисовали Спасибо Все события, о которых сегодня говорили Они были и в чем-то трагичном В чем-то интересном В чем-то обыденном Но они явились фундаментом того Что вот мы сейчас имеем Я бы так сказал, может быть Такое сравнение полноводную реку В Искусстве Которая называется Территория свободы То есть Пушкинская 10 Но до этого фундамента Вот как вот я говорю, допустим, река Она все-таки Произошла из того, что Как-то притекали какие-то ручейки Каждый из нас представлял собой какой-то ручей Начну немножко издалека Скажем, художники Павлик или Матюшин, Канашевич Были скрипачами Так уж получилось, что скрипачем был и я Ну, поскольку я родился в такой семье В общем, я с детства Одновременно занимался Под руководством Выдающихся художников И, скажем, в середине 60-х годов В начале, когда я еще учился в музыкальном училище Мы очень подружились с Буглиным Ко мне что-то привел в свое время Я такую квартирную выставку у себя выстроил Может быть даже в начале 60-х При Велику Кулакова Яша Римковецкого Там очень была дружба с Буглиным Сурхиным И вот мы как-то вот все рассуждали о том Что же нам делать для того, чтобы таким образом В общем-то состояться И вот эта вот вся вот идея Которая Самый сильный удар Который был Это, конечно, выставка в ГАФА Которая повернула В общем, как-то Может быть даже общественное мнение Не важно, что потом Был какой-то период безвремени Но это текло И вот потом очень здорово эту эстафету Приняли вот Сергей Ковальский, Лёгий Рыбаков Это все состоялось И каждый из художников Вот благодаря тому, что происходило Может себя считать состоявшимся Без этих дел, наверное, ничем бы не было Но были бы, допустим, такие вот моменты Даже я бы сказал Вот я до сих пор не знаю, что было бы Потому что в день гибели Женя Руфина Он мне раза четыре звонил Но у меня было в то время и петиции, и концерты Я не знал, успею я вырваться или нет Я вот все думаю Если бы я пришел Может быть, я бы предотвратил бы что-то А может быть, и меня бы не было А вот это вот Какая-то вот это событие У меня произвело вот такое впечатление Я бы сказал, страшное Чтобы вот мы не имели так Потому что это, в принципе, была борьба государства С художниками Но вот судя по тому, что сейчас происходит И то, что мы в Эрмитаже находимся Это, я скажу, очень здорово Кстати, когда вот была выставка в консерватории Миша Шемякина и Олега Я был студентом консерватории Мне до этого Я хотел сделать выставку как студент Мне запретили Потом была выставка художников Самодеятельных Студентов консерватории Всем разрешили Мне запретили В парк кабинете водили вокруг стола И говорили, что даже этот разговор Может закончиться моим исключением Вот такие вот были события Но слава Богу, что вот есть люди Которые до сих пор держат Все на новом уровне Спасибо, да Я хочу прочесть вам Бумагу, документ 25 января 1967 года Это называется Прошение Его составлял Олег Лябычев И от имени Петербург И подписали Значит, год Ленинград, Смольная Директорю обкома КПСС Товарища Александровна Г.Д. От художников Зайцева, Солунка, Иванова, Лябычева, Шемякина Прошение Мы, молодые художники Ленинграда Работающие вместе И объединенные общими творческими традициями Принципами Просим вас принять участие в нашей судьбе Как известно Ленинграде работают молодые художники Чьи творческие установки Не совпадают Вполне со взглядами официально руководящих К художественной организации ЛОСХ Этим обусловлено Игнорирование ЛОСХ Отдельных художников Или художественных групп Противостоящих официальному Заданному направлению Вечерственным Неоднократно Руководящие ЛОСХ Предпринимали Прямые Попытки Вмешательства В деятельность Молодых художников Что выражалось Практически В закрытии ЛОСХ Художественных выставок В стремлении Отградить молодых художников От общественности Решить их Элементарных условий Творческого существования Мы со своей стороны Не собираемся молчать И релитивные уступки Этим оградительным Тандерциям БОСХ И поэтому Обращаемся к вам Надеясь На вашу помощь Мы не стыдимся Делать Какие-либо секреты Из фактов Существования группы Ее задачи Мы можем Сформулировать В этом бессме И тут Элизант Формулируется Что-то не очень раздражает В то же время Объявите свои Принципы Во-первых Мы не являемся Сталом Формалистического Беспредметного искусства Для нас Основная задача Владение мастерством Причем Мы предполагаем Не только Владение Реалистическими Средствами Средством Средной композиции Но и стремление Синтезирования В нашем творчестве Учим Достижения Старого Беспредметного искусства От классики Возрождения Германтизма Восемнадцатого Девятнадцатого Века До Русские Школы Двадцатого Века И творчество Таких Их Работал Важнейшее В частности Иллюстрирование Теперь После Вышел Вышел Изложенного Вы Можете Судить Сами О Серьезности Наших Наверений И надеемся Что это позволит Вам лучше Выстринять Существо Наши просьбы Мы просим Лишь О Создание Нам Условия Для этого Предлагаем Предполагаем Первое Поделение На Мастерской Не Меньше Систем Меньше Систем Второе Право На выставку Одного раза в год Третье Разрешение На продажу Работ В художественном Салоне Четвёртое Право На свободную работу Гранических Мастерских Восхо Свободны от работы Время Пятое Возможность Выезда В странах Социалистического Лагеря Для Обмена Опыта И Участие Володёжных Мастерских Шестое Возможность Вы Надеете Что Наши Практически Мер С уважением Шемякин Участники Сауна Зайцев Иванов Олег 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 Вот Продолжение следует...